Рэнкай! И раньше, что вот это новый прием в исполнении Дмитрия Зычева, насколько классно. Потому что это вот такие радостные моменты в нашем чемпионате. Куренко на Абиору, Маминов. И, наверное, это правильно, потому что не чувствовал уверенность. Оно в положении вне игры. Мягкая передача на Абиору. С левой ноги пытался пробить Абиора, но слишком не точно. О, Валерий Газаев на ваших экранах, дорогие друзья. Нашли его наши операторы. Пришел посмотреть, Валерий Георгиевич, как играет его бывшая команда. Лочков. Игнашевич. И вновь Сергей Овчинников. Да, очень интересный футбол. Посмотрите, 45-я минута, какой рывок и получает травму Овчинников. Нахрое. Кризис. Почему? Я с вами. Действительно, Сергей Овчинников. На последнем рубеже. Безукоризненно действовал на протяжении вот этих... Вы не скажете, где здесь туалет? Нашел время. Спасибо. 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 И так же убедительно. 3-1 в перенесенном июньском поединке. Когда-то в СССР еще не сомневались, или по крайней мере делали такой вид, что, как и Лока, по осени будут играть в Лиге чемпионов. Европа в итоге рукоплескала успехом подопечных Семина, зато Газаев верховодил во внутрироссийском первенстве и добился-таки своего красно-синего золота. Чемпионат и Кубок страны два совершенно автономных турнира. Вот только команды в нем участвуют одни и те же, а команды состоят из живых людей. И на них не могли не подействовать чувствительные неудачи, случившиеся в кубковых матчах в среду. СССР мог больше шокировать даже не сам проигрыш Тамаре 1-2, а чудо-проход бразильца Солуба. Локомотив же, привезя в Ярославль всех основных игроков, получил оглушительную пощечину от команды «Щенник», которую до этого дважды подряд крупно раздоровал. «Я ищу шар, прекратите! Они сумасшедшие! Перестаньте, говорю вам, я ищу мой шар! Вы меня задушите! Пустите меня исчать, мой шар!» «Я ищу шар!» «Я ищу шар!» «Большое спасибо!» «Большое спасибо!» В этом сюжете и Дмитрий Сычев, и Дмитрий Кириченко, а мы с вами давайте посмотрим на статистику, статистику первого тайма. И если не брать в расчет угловые, где подавляющие... «Ищу шар!» Ещё. Подача очень опасна. Измайлов, удар! Болистов, измайлов можно, мне кажется, выполнять такой объём. А вот измайлов ещё. Не обращай. Трудная судьба. Мать бросила его в младенческом возрасте. Баба. Катеринатор Баба. Голистов. Голистов и сейчас. Метров с 20 и 30 мяч летел над газоном в направлении Жиркова. А сейчас Копу мяча. Удар! Кослов. Гол! Дмитрий Кослов на добивании лучший. 1-0. Не подстраховали своего вратаря защитники в ЦСКА. Отбивает перед собой Мандрыкин немножко в сторону. И первый здесь Кослов не сразу, но переправил мяч в сетку. Неизвестно, конечно, хватит ему этой активности до конца матча. Но прекрасный отрезок проводит вот он в начале второго тайма. И забивает гол. Вот посмотрите, что-то отскок был еще от Алексея Березутского. Но, конечно, исполнение было классное Дмитрием Лоськовым. Пришли с вами. Я стал чувствовать себя хуже. Слабые у нас готовятся кадры. И мы бегали активнее тут. На размину. Говоря перед игрой о том, что голы будут в этом матче. На Сатьяне. Пушится, видите, по угловым. Более чем пяти. Первым на мячах равно было Сатьяне. Смотрите, выиграл его и срапнул. Несмотря на то, что даже был пол. А это Хоклов радуется, радуется. И все его монеты. Он забит его гола. Результат встречи. Сейчас давайте посмотрим этот момент. Что тут сможет... Нет, Мандрыкин на мяча первым. Туржос доверяет. Мандрыкин на мячах. Субтитры создавал DimaTorzok Ой, просто так разбрасывается, да? Это вот шутка, да? Хохов такая. Возможно, вы и пришли сюда шутить. Но ваш конкурент вчера совершенно серьезно сообщил, что датсам ваш труп гораздо больше. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Скорее прострел Скорее прострел, да Догоняет его Карвалия Карвалия тоже достаточно свеж Да, вышел на замену А самый дорогой Ильин Лаганцев Как известно, все это голова Петербург, я думаю Очень хорошо Одержали победу Но мы с вами пока не прощаемся Дорогие друзья Сейчас посмотрим рекламу А потом вернемся на поле стадиона Черхизова Гол забил Дмитрий Хохлов Приз лучшего игрока матча получил Дмитрий Ласьков Посмотрите еще раз С разных точек, с разных планов Как забивался железнодорожниками Этот гол Принесший им победу и три очка А для вас сегодня работали Андрей Толк Принесший им побед, друзья Всего хорошего Генеральный Пиво Балтика Пиво Балтика Ты подарки нам принес А мама в нем с игуночкой Хорошенькая такая Ну папа, смотришь, матка, как волится